Латвия Зиннис, независимое русскоязычное издание Латвии. Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Сегодня Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону о дорожном движении, который предусматривает запрет на пребывание в Латвии транспортных средств, зарегистрированных в России. Машину нужно перерегистрировать или вывезти из Латвии до 14 февраля будущего года. За нарушение закона транспортные средства будут конфисковываться и планируется передавать их Украине, тем самым поддерживая ее в борьбе с государством-агрессором. Сегодня министр охраны среды и регионального развития Инга Берзини подписала распоряжение об отстранении от должности мэра Резакна Александра Барташевича за существенное нарушение. Мэр Резакна знал, что бюджет недостаточен, но все равно направил его на утверждение. Барташевич подписал договор об инвестиционном проекте до внесения изменений в бюджет и до получения решения о финансировании проекта, что также является незаконным. В Резакна зарплату учителей начислены не как это предусмотрено правилами Кабинета министров, заключил Латвийский профсоюз работников образования и науки. К этим опасениям присоединилось и Министерство образования и науки, которое заявило, что только министр по делам самоуправлений может остановить процедуру, одобренную Резакненской городской думой. Глава Резакненского управления образования не согласен с обвинениями, а в профсоюзе утверждают, что первые сигналы о проблемах в Резакне поступили еще летом. Совет по конкуренции уличил в картельном сговоре и наказал штрафами три предприятия, которые участвовали в тендерах «Латвии» с «Валстсмэжи». Они обменивались коммерческой информацией об условиях конкурсов на поставки древесной щепы, услуг по ее заготовке, хранению и транспортировке. Совокупная сумма штрафов за незаконный ценовой сговор составила более 163,5 тысяч евро. Изучив гранты, выплаченные тысячам предприятий во время пандемии, журнал «Ир» обнаружил, что крупнейшие суммы получили операторы азартных игр. С конца 2020 года по весну 2022-го игорный бизнес получил более 7 миллионов евро. Самая большая сумма, почти 2 миллиона, поступила на счет владельца игорных клубов «Джокер». Воздушный мост в Риге в будущем может быть без брусчатки и с более широкой дорожкой для велосипедистов и пешеходов. Также на трамвайных путях планируется организовать полосу общественного транспорта. Однако скорость движения на мосту планируют оставить с ограничением в 30 км в час. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний за пятилетний период с 2018 по 2022 год, количество назначений антидепрессантов детям и подросткам выросло с менее 2,5 тысяч до более чем 5,5 тысяч. Также объемы выписанных медикаментов из-за поведенческого расстройства выросли в 5 раз. Число вновь выявленных случаев заболевания COVID-19 в Латвии за неделю с 23 по 29 октября увеличилось на 53%, а число тестов выросло на 30%. Как свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний, было госпитализировано 154 пациента и зарегистрировано 11 смертей пациентов с коронавирусом. В магазинах в сети «Лидл Латвия» завтрашнего дня 3 ноября по просьбам покупателей появятся корзины для покупок на колесиках. Для использования корзинок не потребуется залоговая монета, и они будут размещены на видном месте у входа в торговый зал магазина. «Латвия Зинис» – независимое русскоязычное издание «Латвии». Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Субтитры делал DimaTorzok